Законно ли увольнение без прививки, сдерживание цен на продукты и будут ли блокировать зарубежные интернет-ресурсы? Владимиру Путину поступило более 2 миллионов вопросов от жителей страны. Дело 20-летней давности. Рязанец предстанет перед судом по обвинению в убийстве. С уколом на море у россиян, собирающихся на отдых в Краснодарский край, появился еще один веский повод сделать прививку от коронавируса. Я не поддерживаю принудительную вакцинацию, но в регионах власти могут руководствоваться законом об иммунной защите населения и вводить обязательную процедуру для отдельных категорий граждан. Ну и, конечно, увольнять людей при наличии медотвода незаконно, заявил сегодня президент России Владимир Путин, открывая прямую линию с жителями страны. Больше 2 миллионов вопросов поступило в адрес главы государства в ходе трансляции. И касались они самых разных тем. И социальных выплат, и ремонта школы дорог, и внешней, и внутренней политики. Максим Васильев об основных тезисах. Еще до начала общения с жителями страны в центры обработки прямой линии поступило полтора миллиона вопросов. Во время трансляции их число возросло до двух двести, и, конечно, одной из главных тем стала вакцинация. Принудительная и не очень. Владимир Путин сразу обозначил свою позицию. Он против обязательной вакцинации, а увольнять людей с медицинским отводом незаконно. Сам президент привился спутником ВИИ, впрочем, очень лестно отозвался и о других вакцинах. Локдауна в повестке нет. Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть. У нас четыре вакцины. Они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные. Поэтому надеюсь, что предубеждение некоторых наших граждан будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться. Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке. И, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения Астрозенеки или Пфайзера. Еще одна животрепещущая тема – рост цен на продукты. Вначале это были сахар и подсолнечное масло. Теперь пришло время овощей или, как выразился Владимир Путин, базового борщевого набора – картофеля, свеклы, моркови. На такие скачки правительство реагирует несвоевременно, это президент признал. Но без внимания власти колебания не остаются. Не только морковь, там и картофель. Потому что у нас своей продукции не хватило. Вот в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой. Вот этот миллион как бы, вот его как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, как правило, и из-за границы. Вот из той же Белоруссии или из Турции, где потеплее, оттуда везут. И, конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, на сколько это стоит с учетом доставки и так далее. Разумеется, и здесь надо посматривать. Но, повторяю еще раз, сейчас вот скоро будет урожай овощей. И, надеюсь, что это отразится на ценах. Хотя это один из вопросов при развитии сельского хозяйства. Это овощи и фрукты. Они у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме. Выплаты пособий детям с 3 до 7 лет тоже в зоне особого внимания. В Астраханской области из-за дотошности местных бюрократов многие матери не получают причитающиеся. Человек работал 11 месяцев, а одного месяца не хватает ему. И ему уже на этом основании отказываются. Все понятно. То есть он работал 11 месяцев, а один месяц не работал, и ему отказывают выплаты. Но, знаете, давайте мы с этим поразбираемся. Я и правительству поручу обязательно проанализировать и дать соответствующие ответы. Но самый простой способ, это когда человек потерял работу, сразу зарегистрироваться в службе занятости. Вот самый простой. С этого момента никто не имеет права отказать никому в выплате соответствующих пособий. Молодежный вопрос от блогера касался блокировки иностранных интернет-ресурсов. Слухи об их полном запрете оказались несостоятельны. Хотя к диалогу Владимир Путин их призвал. Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать, собираемся работать с ними. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда они выполняют наши требования и российские законы. Вы же, Никита, российский гражданин, да? И чувство собственного достоинства у нас с вами должно быть, и у ваших коллег тоже. И когда нам говорят, ну знаете, мы там у вас будем работать, а вы в случае чего, если чего не нравится, мы вам бусы дадим. И радуйтесь тому, что мы вам дали то, что хорошо блестит. Значит, ну это же унижает наше с вами достоинство. Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают. Они должны подчиняться нашим законам. За три с половиной часа трансляции Владимир Путин ответил на 68 вопросов. Он не исключил кадровых перестановок в национальных сборных по футболу и хоккею, рассказал, где ему гладят рубашки в химчистке Вогорева и назвал три наиболее ярких произведения, повлиявших на него. «Война и мир Толстого», «Первая симфония Чайковского» и «Сказка Колобок». По словам президента, главный сказочный посыл для чиновников – не слушать льстивых речей, иначе будете съедены. Максим Васильев, телекомпания «Город». Рязанец предстанет перед судом по обвинению в убийстве 20-летней давности. Завершилось расследование уголовного дела в отношении безработного жителя областного центра. Что бы могло раскрыть преступление, расскажем далее. Это видео следственного эксперимента. Мужчина показывает и рассказывает, как совершил убийство. Как было нанесено смертельное ранение острыми краями горлышка разбитой бутылки. В 1999 году, в июле месяце, на улице вокзале, недалеко от Рязани-1 станции, неустановленный мужчина причинил телесные повреждения в области шеи, другому неустановленному мужчине, после чего скрылся. От полученных травм – это именно резаные раны шеи. Пострадавший скончался в БСМП города Рязани. Тогда на месте происшествия следователи изъяли осколок бутылки, на котором был обнаружен след пальца руки предполагаемого преступника. По горячим следам установить личность владельца указанного следа не удалось. Однако работа по уголовному делу не прекращалась. В конце 2019 года владелец отпечатка был дактилоскопирован и поставлен на учет по административному правонарушению. На осколке стекла, который был изъят в 1999 году с места осмотра, были обнаружены следы пальца человека, которые были пригодны для идентификации. Данные следы были помещены в базу МВД. В результате данной работы было установлено лицо, в котором принадлежит этот палец. После чего совместно с сотрудниками полиции были проведены оперативно-властные мероприятия по установлению данного гражданина. Он был найден, задержан, допрошен. В ходе допроса он полностью признал свою вину. В том числе показал на месте преступление, как совершал убийство данного гражданина. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Разгорающийся отпускной сезон, такой долгожданный, особенно для тех, кто прошлым летом не рискнул выбраться на моря, оборачивается неожиданностями. В связи с накрывшей страну третьей волной коронавируса, власти регионов, расположенных в туристических зонах страны, начали закручивать гайки, принимая необходимые в сложившейся ситуации решения. Началось все с Краснодарского края. Как объявил местный губернатор, с 1 июля 2021 года туристы, не привитые от COVID-19 или не имеющие на руках справки, подтверждающие отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, не смогут заселиться ни в один отель, пансионат или санаторий. Причем тест должен быть свежим. Его нужно сделать максимум за 72 часа до заезда. Людям с медотводом от вакцинации иметь отрицательный ПЦР-тест тоже обязательно. Судя по тому, как часто у нас и как рьяно у нас меняются условия въездов, выездов, может что-то измениться. Может быть сейчас две недели побудут такие условия, а может и нет. К примеру Кубани последовали власти Карелии. Здесь без ПЦР-теста или прививочного сертификата в гостиницу будет не попасть с 15 июля. Мало того, развлекательные мероприятия в краю тысячи озер запрещены, а посещаемость кинотеатров, театров и музеев ограничена. Практически такая же ситуация на Байкале и в Крыму. Допуск к культурным объектам тоже элементирован. Небывалый спрос сейчас на курорты Калининградской области. Кубанских ограничений в Янтарном крае пока не введено. Как и в Абхазии, там условия въезда на курорты пока более либеральные. У них как не было требований по ПЦР-тестам, по прививкам, так и нет. Спокойно летим. Радостной новостью для туристов стало возобновление авиасообщения с Турцией, ведь эта страна наиболее привычна русским отдыхающим, как по менталитету, так и по другим показателям. Бюджет, географическая близость, клубный отдых, все включено, высокий уровень сервиса. Помимо Турции, сегодня доступны и другие направления. Буквально 28 числа полетели регулярные рейсы на Кипр, но у операторов не так много предложений. Остается с удобными прямыми перелетами Куба. Из нюансов необходимо сдать тест до вылета туда, и, что самое главное, по прилету в аэропорт там тоже нужно сдавать тест. Мексика довольно-таки на хороших условиях. До вылета ничего сдавать не надо, и по прилету туда сдавать ничего не надо. Ситуация меняется чуть ли не ежедневно, отмечают турагенты. И где введут обязательные справки о вакцинации, а где отменят? Откроют ли европейские страны для туристов или нет? Спрогнозировать пока достаточно сложно. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 30 июня провозглашен Международный день астероидов. Цель его – повысить информированность общественности об опасности столкновения с астероидами. Дата выбрана не случайно. Это день падения Тунгусского метеорита. У меня в руках для примера материал, который максимально близок к структурам метеоритов и астероидов в том числе. Это вулканическая лава, базальтовая лава с Канарских островов, с Тенерифа. С метеоритом и астероидом этот кусок лавы роднит именно базальт. При формировании Солнечной системы он был самым распространенным веществом. Плюс сама структура такая же, как у астероидов. Правда, до старшего брата ему ну очень далеко. А настоящих кусочков метеоритов и астероидов у обсерваторий пока нет на руках. Большая часть астероидов находится между орбитами Марса и Юпитера. Однако, достаточно большое количество их рассеяно и в других плоскостях. Очень важным их отличием от планет является тот факт, что их орбиты могут иметь большие наклоны, большие удлинения. То есть, они пересекают орбиты других планет, которые все-таки более похожи на круговые. И могут это делать по значительным углам эклиптики, то есть плоскости, в которой вращается вся Солнечная система. Астероид едва доходит размером до планеты. Если расколется, то его частицы станут метеоритами. И все это летает по бескрайнему космосу и иногда падает на Землю. Правда, жителям планеты бояться пока нечего. Надо отметить, что в общем и целом, конечно же, не все астероиды еще до конца изучены. Есть долгие, скажем так, астероиды с большим периодом, которые мы можем еще не видеть. Однако, в общем-то, с достаточно большой уверенностью, можно сказать, что в ближайшие 3-5 лет ничего серьезного нам особо не выразит. Больший страх вызывают не астероиды, а космический мусор и станции со спутниками. Но тут есть два варианта. Их контролируемое и неконтролируемое падение. С первым все понятно, а вот второй опасение и вызывает. Но шанс того, что неуправляемое космическое тело, созданное человеком, упадет в черте города, крайне мала. Однако, не равна нулю. Поэтому шансы падения как астероида, так и космического мусора примерно одинаковые. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше информации вы сможете увидеть на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова